Согласно водным данным, в Рязанской области произошло сразу два лесных пожара. В Перелецком лесничестве у озера Урженское обнаружен очаг торфяного пожара. Из-за сильного ветра огонь распространялся в направлении поселка Ласковский. Второй очаг возник на территории Спасского лесничества. Огонь двигался в направлении детского оздоровительного лагеря Лучезарный. По задумке, в возгорании обнаружил работник добровольно-пожарной дружины, который в ту же минуту позвонил в МЧС. Для разведки места пожара был поднят легкомоторный самолет. К месту возгорания направлены пожарные подразделения. Первыми на место прибыли работники государственного бюджетного учреждения ПОЖЛЕС, которые с помощью трактора пропахали минерализованную полосу, остановив дальнейшее распространение огня и приступили к тушению. Условный пожар быстро распространялся, поэтому к месту были направлены подразделения пожарно-спасательной службы Рязанской области, курсанты Академии ФСИН России и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, а также добровольные пожарные. Для мониторинга обстановки были привлечены беспилотные летательные аппараты. Совместными усилиями пожар быстро потушили. Практические мероприятия связаны с тушением лесных пожаров и эвакуацией населенных пунктов в случае уникновения угрозы для этих населенных пунктов. Задействованы у нас пожарная техника, специальная техника организаций, УМВД, скорая медицинская помощь, государственные бюджетные учреждения ПОЖЛЕС, Министерство природопользования, а также другая техника, специализированная. Одновременно с оперативными действиями были отработаны вопросы всестороннего обеспечения жизнедеятельности населения, контроля за санитарной обстановкой, проведение эвакуации, организации пунктов временного размещения и питания, а также вопросы финансовой поддержки населения. Основной акцент был сделан на роль и место в пожароопасный период глав сельских поселений и старост населенных пунктов. Начальник главного управления МЧС России по Рязанской области генерал-майор Сергей Филиппов отметил, что в целом тренировка прошла успешно, были продемонстрированы различные виды противопожарных мероприятий, показано взаимодействие с министерствами и ведомствами. Всего в течение трех дней в командно-штабном учении в Рязанской области участвовало более 7 тысяч человек и более 1 тысячи единиц техники, в том числе самолет и пять беспилотных летательных аппаратов.